В цифровом магазине PlayStation Store начались первые скидки на цифровые версии игр для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5. Чего же интересного для нас уготовила начальная акционная кампания, мы сейчас и узнаем. Скидки, которые в нее вошли, будут доступны по 20 января и граничный дисконт равен 90%. Первая игра в сегодняшнем обзоре – Mafia 2 Definitive Edition. В российском PlayStation Store конечная цена – 824 рубля, в украинском – 314 гривен. Mafia 2 – лучшая часть из всей трилогии, рассказывающая о нелегкой судьбе семьи эмигрантов из Сицилии. Главный герой Вито Скалета с юных лет попал в инету компанию и обзавелся, скажем так, сомнительными товарищами, благодаря которым протагонист попал на войну в Сицилии, после в тюрьму и уж далее открыл для себя мир итальянской мафии в Нью-Йорке. В целом, превосходная игра во всех направлениях, которую я безусловно рекомендую опробовать. Метафорический проект от независимого разработчика In Race of the Light. Дисконт минус 40%, что показывает наименьшую цену за всю историю. Итоговый прайс составил 341 рубль в российском PlayStation Store и 155 гривен в украинском. Игра представляет собой авторское, я бы даже сказал философское высказывание о нашем месте в этом мире и жизни после смерти. Игроку предстоит исследовать загадочную территорию с массой уже знакомых деталей, проливающих свет на историю. Также предстоит попутно решать задачи и головоломки и изучать текстовые послания. Action Point с крупным понижением в цене Wasteland 3. Дисконт минус 70%, итого 854 рубля или 360 гривен. Давно вымирающий жанр пошаговых тактических RPG, событие которого происходит в штате Колорадо после глобального конфликта в период ядерной зимы. В третьей части игрок отправляется на север, где его поджидают банды головорезов, отбитые напрочь оккультисты, которые в свою очередь преследуют свои цели. Конечно же касательно управления я бы рекомендовал задуматься, так как пожалуй не совсем наверное удобно, но если все же до этого момента не хватало озвученного жанра, то игра именно для вас. Новое и относительно предыдущего минимума крупное понижение на The Evil Vision 2. В российском PlayStation Store цена после дисконта составила 509 рублей, в украинском 240 гривен. Не знаю, кто бы что ни говорил, как бы не хейтерил вторую часть, но игра безусловно стоящая. По жанровой принадлежности хотел бы отметить отменный сурвайвл хоррор в стиле старого доброго Resident Evil 4. Вы только представьте, идеальный киберпанк, в котором нет вылетов, лагов, различных недочетов. Так вот, Ghostrunner, на который сейчас 60% скидка и финальная цена 859 рублей или 400 гривен. Конечно же, игры немного не сопоставимы по исполнению, но все же Ghostrunner это слэшер от первого лица, событие которого разворачивается в футуристическом будущем в сверхконструкции под названием Башня Тхарма. Цель главного героя добраться до верхушки той самой башни для того, чтобы встретиться с правящим тираном Кимастером. Изучив хронологию скидок, лучшая цена с февраля 2019 года на Watch Dogs 2. Цена вопроса в российском PlayStation Store 599 рублей, в украинском 240. Процент дисконта составил минус 85%. Watch Dogs 2 повествует о мире, в котором хакнуть можно практически все. Событие разворачивается на территории Сан-Франциско, главный герой Маркус, блестящий хакер, вступивший в DeadSec, чтобы сокрушить могущую систему. Помимо сюжету игроку предоставляется возможность изучать огромный открытый мир, который таит свои секреты. Если же в прошлом году у вас не вышло поиграть по подписке в Control, то сейчас на него интересная цена 644 рубля или же 285 гривен. Конечно же по подписке давали полное издание со всеми DLC, на которой кстати сейчас тоже имеется скидка, но я вам скажу честно, поиграл исключительно в основную игру и в целом был доволен. Протагонист Джесси Фейден посещает штаб-квартиру Федерального бюро контроля и в первый же день становится его директором. На плечи героини ложится ножа по освобождению бюро, которое захватили сверхкосмические силы. Скажем так, субъективно, но все же, не 10 из 10, но твердые 8 баллов игре я бы поставил. Как минимум, ее стоит купить из-за атмосферы. Средневековая RPG, Kingdom Come Deliverance и наименьшая цена за всю историю. В российском PlayStation Store при наличии активной подписки PlayStation Plus 429 рублей, в украинском 190 гривен. События Kingdom Come разворачиваются в 1403 году на землях королевства Богемия, в настоящее время является территория Чехии. Главное действующее лицо сын кузнеца втянутый в водоворот гражданской войны, который клянется отомстить за смерть своих близких и помогает в отражении нападений захватчиков. Скажу следующее, если вам импонирует средневековая эпоха, бои на мечах и различных орудиях того времени, настоятельно рекомендую рассмотреть предложенный вариант. Яркий представитель японской игровой индустрии Yakutsa 6 The Song of Life. В российском PlayStation Store 479 рублей, в украинском 260 гривен. Сразу предупреждаю, в игре отсутствует хоть какая-то русская локализация, поэтому минимальный уровень английского должен быть. Yakutsa 6 является приключенческим проектом в открытом мире. Игровой процесс схож с предыдущими представителями серий, где исследование локаций сочетается с аркадными боями. Вместо четырех боевых стилей из Yakutsa Zero, у Yakutsa 6 остался один стиль боя, в котором Кирю на определенное время становится неуязвимым. We have a fail и новый минимум, дисконт минус 87% и в российском PS Store 603 рубля, в украинском 260 гривен. Как по мне, так это максимально схожее исполнение всеми известной Desunet, где игроку предстоит раскрыть тайну истории ретрофутуристического города, разыгрывая переплетающиеся истории трех тихих бунтарей жителей города Веллингтон Уэллс. Далее, приключенческая игра от третьего лица The Paddles. В российском PS Store цена после дисконта 1499 рублей, в украинском 629 гривен. Первое, что создает чувство дежавю, визуальная составляющая, да, очень уж больно схожа на Abzu, но это и неудивительно, так как разработчик один. В The Paddles предстоит играть за охотницу, которая пускается в путешествие по загадочному острову, чтобы снять проклятие тьмы, окутавший мир. Стоит отметить, игра продается в издании для двух поколений консолей PlayStation 4 и PlayStation 5. Наибольший дисконт из сегодняшнего обновления, минус 90%, и три игры за 284 рубля или же 135 гривен в едином сборнике под названием «Семейный набор» от EA. Три полноценных игры за столь сущие копейки, который состоит из Need for Speed, по крайней мере один из лучших за последнее время, некий такой, я бы сказал, клон Most Wanted, также входит растение против зомби Garden Warfare 2 и первая часть Unravel. Дорогие друзья, на этой оптимистической ноте хочу поблагодарить вас за просмотр обзора на новые скидки в цифровом магазине PlayStation Store, не забываем поддерживать ролик лайком, канал подпиской. С вами был канал GamesMafia, обязательно еще услышимся. Всем пока!